Тема обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации всегда была актуальной. Особенно, когда дело касается детей, к сожалению, не всегда получается в короткие сроки предоставить семьям, в которых воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, необходимые ему технические устройства. Можно ли ускорить процесс и как на него повлиять эту тему, мы обсудим в студии, а у нас в гостях Ольга Моргунова, заместитель начальника отдела социальных программ Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как на сегодняшний день налажен процесс обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования осуществляет обеспечение граждан техническими средствами реабилитации в соответствии с законом. Необходимые средства реабилитации предоставляются за счет средств федерального бюджета. Хочется обратить внимание, что фонд социального страхования не определяет, какие именно нужны средства реабилитации гражданам. Нуждаемость в конкретных технических средствах реабилитации с конкретными техническими характеристиками определяется учреждением Бюро медико-социальной экспертизы. И эти рекомендации вносятся в специальный документ, который называется «Индивидуальная программа реабилитации». Закупка технических средств реабилитации осуществляется в строгом соответствии с этими рекомендациями, которые содержатся в индивидуальных программах. Большая часть средств реабилитации предоставляется гражданам по государственным контрактам. Существуют и другие способы обеспечения. Ежегодно в отделение фонда обращается более 20 тысяч граждан с заявлениями об обеспечении. Среди них более 2 тысяч заявлений – это заявления в интересах детей. То есть получается, прежде чем заключать контракт, проходит большая подготовительная работа, во-первых, с экспертами, с врачами и с самим человеком, которому это средство реабилитации необходимо. То есть тут, по идее, никаких проволочек случиться не должно. Да, вот он сам может сказать, уже понимает, что ему необходимо. Специалисты это тоже подчеркивают. И только тогда в контракт. И только тогда рождается индивидуальная программа, которая исполняется отделением фонда на основании поступившего заявления. То есть гражданин для того, чтобы получить конкретное изделие, в котором он нуждается, потому что программа может содержать достаточно широкий перечень средств реабилитации, но гражданин определяет, какое средство ему нужно здесь и сейчас. И для того, чтобы получить это изделие за счет средств федерального бюджета, необходимо обратиться с заявлением в региональное отделение и определить способ, с помощью которого гражданин получит это изделие. Существует несколько способов, обеспеченных на сегодняшний день. Большая часть средств реабилитации предоставляется в рамках заключаемых государственных контрактов. Но я знаю, что есть случаи, когда техническое средство приходит, и инвалиду оно почему-то не подходит. Почему такое происходит? Да, возникают такие ситуации, когда техническое средство реабилитации, предоставляемое по государственному контракту, не отвечает ожиданиям гражданина. Я уже говорила о том, что государственные контракты заключаются в соответствии с рекомендациями, которые содержатся в индивидуальных программах. В связи с этим, на этапе внесения этих рекомендаций, на этапе разработки индивидуальной программы, гражданину необходимо обозначать свои индивидуальные особенности и очень важно обозначать те жизненные ограничения, которые необходимо будет преодолеть с помощью тех или иных средств реабилитации. Эти данные анализируются медицинскими организациями, анализируются учреждениями медико-социальной экспертизы, и в соответствии с нуждаемостью эта потребность вносится в индивидуальную программу реабилитации. Но если та же инвалидная коляска пришла, и она вдруг не подходит, что делать? Выясняются причины, мотивы отказа, и при необходимости проводится работа по внесению изменений в индивидуальные программы реабилитации, в части уточнения характеристик рекомендуемых изделий или внесению других иных рекомендаций, которые будут отвечать реальным жизненным потребностям инвалида. Хорошо, все вроде налажено, все обсудили, и происходит процесс закупки и выдачи. Давайте об этом поговорим. Заключение государственного контракта начинается с анализа рынка, получения необходимых коммерческих предложений, размещения закупки, проведения конкурентных процедур, и положительным результатом проведения всей этой работы является заключение государственного контракта. Бывают ситуации, когда обеспечение в рамках государственного контракта является продолжительным ввиду не только необходимости проведения конкурентных процедур, но также необходимости доставки изделий до конкретного получателя по месту жительства. Еще одной проблемой, возникающей в ходе исполнения государственных контрактов, является недобросовестное исполнение или неисполнение поставщиками и исполнителями своих обязательств по государственным контрактам. В таком случае региональное отделение применяет механизмы по одностороннему расторжению государственных контрактов и включению недобросовестных поставщиков и исполнительных в реестр недобросовестных поставщиков. Одновременно с этим региональным отделением проводится работа по заключению новых государственных контрактов для того, чтобы обеспечить инвалидов необходимыми средствами реабилитации. Часто ли встречаются вот такие недобросовестные поставщики? В текущем году проведена работа по расторжению трех государственных контрактов. В прошлом году аналогичного мы расторгали по аналогичным основаниям два государственных контракта. Основная причина, почему они не сделали в срок? Основная причина – это неисполнение своих обязательств. То есть заключены были государственные контракты с соблюдением всех процедур, которые четко прописаны в законе. Но данный исполнитель вышел, мы с ним никогда не имели опыта положительной работы. Для нас этого незнакомый был исполнитель. И такая ситуация складывалась в целом, в принципе, по России и не только с региональным, Алтайским региональным отделением. Ну мы знаем, что все вокруг дорожает, это не секрет, да? Наверняка средства реабилитации тоже в цене подскочили. Вот как-то в этом вопросе есть понимание? Да, мы понимаем, мы анализируем рынок, законодатель тоже внимательно за этим следит. В связи с этим в рамках реализации дополнительного механизма обеспечения граждан средствами реабилитации с пользой электронного сертификата внесены изменения в порядок расчета предельной стоимости технических средств реабилитации. Поэтому люди могут не переживать, и номинал сертификата будет приближен к рыночной стоимости. Что такое электронный сертификат? Электронный сертификат – это новый, действующий с прошлого года, дополнительный механизм обеспечения граждан средствами реабилитации. По сути, это информация на банковской карте МИР о том, какие средства реабилитации положены, их количестве и предельной стоимости. Преимуществом электронного сертификата является возможность самостоятельного приобретения по своему усмотрению средств реабилитации. И по сравнению с другими способами обеспечения, электронный сертификат позволит сократить срок обеспечения. Срок выпуска электронного сертификата составляет 5 дней. Срок его действия – 1 год. Сумма есть какая-то определенная у этого сертификата или как? На каждый вид технического средства реабилитации производится расчет в соответствии с постановлением правительства. И расчет связан с действующим государственным контрактом. Если расчет изделий в рамках механизма такого, как компенсация за самостоятельно приобретенные изделия, производится на основании исполненных, закрытых государственных контрактов, и, как правило, это контракты прошлого года, то есть они менее актуальны, то по электронным сертификатам это контракты, которые работают сегодня. Но как его получить? Вот сейчас люди посмотрят с ограниченными возможностями и решат, что проще и быстрее через сертификат что-то приобрести. Оформить сертификат очень просто. Для этого необходимо подать заявление на портале государственных услуг, на личном приеме, в МФЦ или направить заявление по почте. Какую-то консультацию люди могут получить? Потому что не все имеют доступ к интернету, допустим. Да, конечно. Консультацию можно получить в территориальных органах фонда, обратившись на горячую линию. Информация размещена в интернет-доступе на сайте ktsrfss.ru, на сайте регионального отделения, на сайте фонда. Но люди уже активно пользуются этим сертификатом или пока еще по старинке, что называется? Электронный сертификат введен в действие с октября прошлого года и в прошлом году поступило всего три заявки на обеспечение. В текущем году, по состоянию на сегодняшний день, поступило уже более полутора тысяч заявок. Если в первом квартале это было менее 100 заявок, во втором квартале это около 600 заявок, в третьем квартале, в неполном третьем квартале, мы уверенно приближаемся к цифре тысячи. Вернемся к вопросу о ожиданиях. Если действительно пришло да не то, может ли человек свои собственные средства внести? То есть прийти к вам, обратиться и сказать, я знаю, что мне положено по госконтракту вот такие-то характеристики, они меня изначально не особо устраивают, или может быть производитель, это вот Россия, а я хочу не Россию. Вот, дать какие-то свои собственные, при этом открывая какой-то благотворительный сбор, уже накопили определенные деньги, или здесь вот вложение, а не к чему? Ну, в данном случае мы можем рассматривать возможность применения дополнительных, привлечения дополнительных средств для приобретения электронного сертификации, для приобретения средств реабилитации с использованием электронного сертификата. Данный механизм подойдет абсолютно, то есть вы можете приобрести изделия стоимостью, превышающей предельную стоимость, определенную по электронному сертификату, и при этом добавить средства, которые будут находиться на карте МИР. При этом источник этих средств определяет сам гражданин самостоятельно. Как часто человек с инвалидностью может обращаться за помощью? Ведь если мы говорим про детей, ну они элементарно растут. Вот сегодня коляска была по размеру, завтра она уже мала. Да, очевидно, что индивидуальные программы реабилитации утрачивают, особенно в отношении детей, утрачивают свою актуальность. В связи с этим необходимо своевременно вносить в нее изменения для того, чтобы Фонд социального страхования приобретал по госконтрактам те технические средства реабилитации, которые на сегодняшний день будут удовлетворять жизненным потребностям. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию за эту полезную, я думаю, беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Моргунова, заместитель начальника отдела социальных программ Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова